МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Не разгребли и отгребли. Коммунальные службы прошли испытания первым снегом. Одна голова хорошо, а две лучше. Приложения по транспортной развязке новых микрорайонов обсудили на градостроительном совете. Возвращение к истокам. В Чуваксарах начался международный музыкальный этнофорум. За окном белым-бело, много снега намело. Такую картину пятничным ноябрьским утром увидели за окном не только чебаксарцы, но и жители Республики. Долго ли будет продолжаться метель и останется ли этот снег лежать до весны? Мы выяснили у синоптиков. В последний рабочий день недели добраться до работы чебаксарцам оказалось непросто. Коммунальные службы не дежурили ночь с лопатами на готове. Как следствие, снежные заносы на тротуарах, затрудненное движение на проезжей части в районе улицы Афанасьева, университетская Шмарина. Десятки мелких ДТП. Добрым словом, коммунальщиков поминали с утра не только горожане. Раскритиковал работу службы глава администрации города. Мол, по регламенту убирать снег во дворах, у больниц, детских садов и школ должны до 7 утра. Впрочем, для исправления и дочетов в работе у городских служб достаточно времени. Впереди целая зима. А пока погода приняла их в сторону. Завтра снегопад еще продолжится, но затем все, что выпало, вероятнее всего превратится в лужи. На данный момент уже территория республики находится под влиянием североатлантического циклона, теплого и обширного. И в ближайшие как минимум три дня погода будет формироваться под влиянием этого атмосферного вихря. На завтрашний день, то есть на сегодняшнюю ночь и на завтрашний день прогнозируются небольшие местами умеренные осадки. Пока еще снега, мокрого снега. Но днем они уже будут переходить в дождь. И, в общем-то, мы ожидаем, что практически вот тот снег, который выпал, он должен практически растаять. На понедельник и ночь и день будут положительными температурами. Температура воздуха ночью будет плюс один, плюс шесть по республике, а значит на день плюс пять, плюс десять. Плюс десять это по югу все-таки республики. Это Аллатырь, Батаревы. Из-за перепада температур ко всем прочим прелестям поздней осени добавится гололед. Будьте внимательны на проезжей части и одевайтесь по погоде. Ольга Пырычкина, Андрей Шоклев, Расиль Мухаммедов, Республика. К другим новостям. Сегодня в Доме правительства прошло рабочее совещание по реализации инвестпроекта «Этническая чувашия». Исполняющий обязанности министра культуры по делам национальности и архивного дела Константин Яковлев рассказал о ходе строительства объектов, обеспечивающей инфраструктуры этнокомплекса «Амазония» и этноэкологического комплекса «Ясна». Он также затронул вопрос освоения выделенных бюджетных средств. На сегодняшний день строительство систем электроосвещения, бода отведения, газоснабжения и транспортной инфраструктуры на территории Амазонии ведет «Чуваш Автодор». И он не справляется со своими обязательствами. Минкультура «Чувашия» по соглашению сторон расторгла государственный контракт с этим учреждением. Сейчас объявлен электронный аукцион. Председатель кабинета министра «Чувашия» призвал подрядчиков выполнять сроки сдачи объектов. Предложения по транспортной развязке от ХБК до Нового города и от улицы Калинина до берега Волги рассматривались награды в строительном совете в Чебоксарах. Олимпалы и Паруса, Мегасити, Соленоо и Гремячево. Эти новые микрорайоны столицы должна связать общая транспортная система. Подробнее о возможных вариантах расскажет моя коллега Юлия Важенина. Эти микрорайоны либо в разработке, либо только начали строиться. Но думать о транспортной схеме уже пора. Новая дорога должна стать дублером морпосадского шоссе. На суд архитекторов представлены шесть проектов. Архитектурная фирма «Сфера» предложила построить магистраль, которая соединит будущие Олимп, Мегасити, Гремячево, Соленоо и Новый Город. Сейчас их разделяют овраги. Мы рассматриваем это как перспективное развитие города. Потому что это непосредственно близко к центру города Раса. Непосредственно близко к самому главному логовому присутствию этого долги. И отсюда вот этот подход, который здесь вырисовывается, он сложный, он дискуссионный, там много всего. Но он правильный с точки зрения, что он намечает, как это должно быть. Архитекторы компании «Ским» предложили альтернативные варианты – запустить магистраль в центр микрорайона и выйти на соседний или закольцевать дорогу для обслуживания только своего микрорайона. Пустить магистраль в обход микрорайонов предложил «Союзпроект». Вот только в таком случае на общественном транспорте к домам добраться не получится. Своим видением поделилась и компания «Алза». Архитекторы предложили закольцевать маршрут в обход с выходом на набережную и проложить магистраль вдоль Волги. Но и в этом случае остановки общественного транспорта будут далеко друг от друга, что повлечет за собой издержки перевозчиков. Проанализировав все представленные варианты, все предложения, Управление архитектуры предлагает минимизировать переработку проектов планировок, но также, чтобы сформировать все-таки не просто запустить маршруты общественного транспорта, а все-таки, чтобы это была сформированная транспортная сеть. С учетом минимума транспортных затрат и переработок проекта планировки, повторюсь, предлагается вариант основной в транспортной магистрали пустить районного значения в обход микрорайонов и дополнительную ветку запустить закольцевать между двумя микрорайонами. Все-таки связь между двумя микрорайонами, на наш взгляд, Каждый из этих проектов может быть реализован, а может получиться так, что не подойдет ни один. Некоторые участники Городостроительного совета справедливо отметили, все предложения, видения архитекторов. Неплохо бы выяснить, что по этому поводу думают специалисты транспортной отрасли. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Сегодня в Москве прошло совместное заседание Совета Федерации и Госдума России. Участники встречи считают необходимым ужесточить уголовную ответственность за терроризм и пособничество ему. Также они предлагают усилить меры по обеспечению безопасности гражданских лиц. Парламентарии считают, необходимо передать силовым органам больше полномочий для обеспечения порядка во время проведения массовых мероприятий на транспорте и в иных общественных местах. О том, что еще обсуждалось на совместном заседании, нам рассказала депутат Госдумы Чуваши Алена Аршинова. Мы на этом собрании приняли решение о том, что необходимо ужесточить наказание за поддержку терроризма, за пособничество терроризму, за агитацию, за пербовку, за финансирование. И, конечно, мы выступали за развитие международного сотрудничества. Мы поддержали президента Российской Федерации за создание масштабной широкой антитеррористической коалиции международной. И, конечно, мы за сотрудничество с крупными международными организациями, которые готовы дать отпор террористам, которые сегодня в страхе держат весь мир. Хочу отметить очень важные предложения о тех гражданах России, которые выезжают за границу с тем, чтобы попадать в ряды террористов, в том числе ИГИЛ, и воевать против мира, против своей страны. Были высказаны такие предложения с тем, чтобы лишать таких людей гражданства и обратить внимание на их родственников. Были предложения и закрывать им выезд за границу и так далее, но к этому обсуждению мы еще вернемся. И, конечно, обязательно нужно обратить внимание на предложения о возможности дать право на досудебное закрытие сайтов, которые пропагандируют наряду с экстремизмом в изготовлении взрывчатых веществ. Мы также предлагали, вот наши представители предложили, например, обратиться к ученым в том числе и еще раз проверить новые разработки, новых технологий, которые бы помогли бороться с терроризмом и укрепить нашу безопасность. Высказывались предложения, которые направлены на то, чтобы укрепить наши границы и фильтровать миграционный поток. К сожалению, нам кажется, что это мера необходимая, и мы еще вернемся к обсуждению этого вопроса. Беспричинное убийство любой живой души – один из самых отвратительных грехов, так сказано в Коране. Можно ли называть ИГИЛ исламским государством? Почему подавляющее большинство мусульман категорически отмежевались от него? Что такое дозволенный джихад? Об этом и многом другом шла речь за круглым столом, за которым собрались представители национальностей, проживающих в Чувашии и исповедующих ислам. Как отличить истинный ислам от терроризма? Как научить людей, в первую очередь молодежь, отделять зерна от плевел не только в жизни, но и в религии? В поисках ответов на эти вопросы заинтересованы в первую очередь мусульмане, которые становятся заложниками ситуации и едва происходит террористический акт. Между тем, как утверждают политологи и юристы, ИГИЛ никакого отношения к истинному исламу не имеет. Когда мы говорим «государство», то мы ставим на один ряд эту криминальную организацию с государствами. А такого быть не должно. И во-вторых, происходит нагнетание и скромофобии в обществе. Растет неприязнь к исламу. Создать очаг напряженности, внести дестабилизацию, напугать. Цель террористов всякий раз одна и та же, и всякий раз они ее достигают. В случае ксенофобии конфессиональные неприязни не носят массовый характер, но их становится больше, как и проявление экстремизма. Только в Чуашии к октябрю прошлого года было зарегистрировано 10 таких правонарушений. В этом году уже 13. Но любой нормальный человек понимает, что бы ни говорили радикальные исламисты, Коран не допускает возможности убийства невинных и беззащитных. «Когда человек не знает про ислам вообще, да, он смотрит, что исламское государство, называя себя исламским, со стороны человек думает, что все остальные мусульмане они такие. На самом деле так. Человек не знает, кто такой мусульманин, он смотрит телевизор и думает, что все мусульмане они такие. И эти люди, которые называя себя исламским государством, прикрывая себя мусульманами, да, делают такие поступки, это Всевышний Аллах, конечно же, такие поступки не одобряет. Но самое страшное лже, проповедникам все чаще удается достучаться до молодежи, посеять в них ростки бездумной жестокости и ненависти к миру, в котором они воспитывались. Экстремистский молох требует новых жертв, и он их получает. Поэтому свою задачу все участники круглого стола видят в том, чтобы быть внимательными к подрастающему поколению и воспитывать его в традициях истинного ислама. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. В эти минуты в научном музее трактора и институте культуры и искусств выступают этнические коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Кишинева и Екатеринбурга. А наши корреспонденты побывали на открытии международного музыкального этнофорума «Истоки», которое прошло в культурно-выставочном центре «Радуга». При упоминании о гуслях перед глазами возникает светлый образ Садко, созданный советскими кинематографистами. Да, я думаю, что это будет старинное. Да, из старины. Древнерусское что-нибудь. Что-то из сказок. Парклёвое. Но гусляр Максим Анухин, выступающий с проектом «Гудемир», удивил публику. На Руси гусельную игру называют гудьбой или гужением. Отсюда и название проекта «Гудемир». Максим Анухин гудит на гуслях уже больше 15 лет. За это время музыкант отыграл все академические произведения и теперь сочиняет музыку сам. Специально для него спроектировали электрогусли. Второго такого инструмента в мире нет. Это смелый эксперимент, который удачный, который состоялся. На электромоделях совершенно иные техники и способы звукопередачи в принципе. То есть это невозможно даже поставить даже рядом академические гусля, а акустические и данную модель. Это абсолютно разные два космоса. Это гусля, которые развиваются, которые современные, актуальные. Всех желающих услышать современное звучание этнических и аутентичных музыкальных инструментов приглашают на галоконцерт. Чебоксарский государственный институт культуры и искусства в субботу 21 ноября в 17 часов. Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика. Сегодня отмечается Всемирный день ребенка. В Центре образования и комплексного сопровождения особенных детей ждал сюрприз. К ним в гости пришли актеры театра юного зрителя. Увидеть магию перевоплощения своими глазами и приоткрыть завесу тайны актерского мастерства ребятишкам удалось без особого труда. Артисты Тюза устроили настоящий мастер-класс, разучили вместе с детьми скороговорки, показали отрывки спектаклей. А кое-кто вмиг стал настоящим дедушкой. Хочу гримироваться научиться. Актеры постоянно выезжают с благотворительными спектаклями и мастер-классами в детские дома, социальные и реабилитационные центры, больницы. Под Новый год программа соответствующая, наполнена волшебством и, конечно же, подарками. География широка. Чувашский тюз известен и за пределами республики. С особенными детьми театр работает не первый год. Главные награды – их счастливые лица. Когда они радуются, но если сново волнуешься, каждый раз, когда с ними встречаешься, волнуешься. А как они воспримут? Выступаешь перед такими детьми? Да, на самом деле. Собираешься, чтобы эмоции, чувства, они на первый план не выходили. Их загоняешь куда-то и работаешь. Праздники только начинаются, впереди еще много встреч с юными зрителями. И можно быть уверенным, эти события запомнят не только ребята, но и сами актеры. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Бытует мнение, что лень – мать прогресса. Люди придумали мультиварку, чтобы не готовить, пылесос, чтобы не мыть полы, стиральную машину, чтобы не заниматься стиркой сами. Но чтобы бездушные машины выполняли за нас многие работы, все же нужно приложить немало сил и знаний. Как технологии помогают нам в обычной жизни? Речь об этом пойдет в очередном выпуске программы «Айти не обойти». Смотрите премьеру сегодня в 21.00. 21 ноября, то есть предстоящая суббота в Чувашии объявлена Днем Здоровья. Это значит, что поплавать в бассейнах, покататься на коньках, в крытых ледовых аренах, позаниматься на тренажерах и фитнес-залах жители Республики смогут бесплатно. Активных вам выходных. Впереди вас ждет еще информация о погоде. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии уже в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин